Добрый вечер, дорогие телевизоры! Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, братья и сестры! Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой» и у нас сегодня в прямом эфире в гостях партерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер! Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте, братья и сестры! Вторая подготовительная неделя Великого Поста, притча о блудном сыне. Батюшка, вот в образе этого блудного сына Господь представляет нам грешника, который ушел из отчего дома, но, раскаившись, вернулся, и Отец Небесный его принял. Лучше сказать, кающегося грешника, потому что старший сын тоже грешник, и он проигрывает младшему сыну. Он на сторон доличия не ходил, не растрачивал имение. Ну, как вот фарисей, в отличие от мотаря. Ну, совершенно явное преимущество у этого кающегося грешника. А этот праведный братец, который ничего, так сказать, плохого не делал, он отвратительный персонаж. Продолжение предыдущей притча о матерее фарисея, опять же, превозношение. Не только, тут и зависть, и осуждение, и неумение сорадоваться, и злопавецство, и неумение прощать. Это вот отдельная тема. Этот старший брат, несмотря на то, что вот он вроде бы, именно вроде бы... Послушай. Ведь этот кается, и отец его, младшего, восстанавливается, но у него достоинство. Дает ему одежду драгоценную, на ноги обувь, чельца упитанного. А тому ничего. Он недостоин. Он мерзок. Он отвратительный. Он завистлив. Он даже брата родного не любит. Он ему никогда не сочувствовал. Он всегда осуждал. Поэтому это притча-продолжение. Притча о матерее фарисея. Только еще более жестко заявленная. Он отца осуждает, хотя, казалось бы, отец-то тут при чем? Конечно. Он судит отца. Он жалкое насекомое. Он судит отца небесного. Мы очень часто слышим голоса этих, ну, таких квазиразумных насекомых, которые осуждают самого отца небесного. которые считают себя очень такими порядочными людьми. Я вот ни в какого бога не верю, а я очень нравственный человек. Человек так говорит и не понимает, что от этих слов нормальных людей тошнит. Но этот человек доволен собой. Ну да. А что такое довольство собой? Это же сумасшествие. Доволен собой может быть только сумасшедший. Сошедший с ума несчастный человек. Часто психологи находят причину человеческих всяких заболеваний именно в неудовлетворенности собой. И советуют. А вы как-то больше будете поувереннее себе. Нет, ну, психологи очень часто, ну, я не знаю, 80 или 70% случаев начинают свое преподание лекарства пациенту, который к ним пришел. А вы, говорит, заведите любовника, чтобы расслабиться. Он не может сказать, а вы кольнитесь чем-нибудь. Или закурите вкусненькую сигареточку. Или скушайте толстенькую яичницу с этими самыми хрустящими черными хлебцами. Так сказать, под телевизор и глядя на что-нибудь очень красивое. Ну, например, букет розово-сиреневых цветов. Вот. А вот такие рекомендации. То есть, ну, из огня в пол имя только рекомендуют. Как правило. Поэтому к психологу можно идти только к тому, который с тобой единоверится, который понимает цену поступка. А иначе... Ну, обычно так бывает. Пошел к психологу, вылетает оттуда в ужасе, как пробка из бутылки. Вот. А это смеется. У меня был знакомый в моей юности, который закончил психологический факультет МГУ. Потом был четыре раза женат. А потом стал консультацией по семейным проблемам. Ну, опыта набрался. Ну, опыт только отрицательный. Хотя бы нужно парочку положительных. Ну, может, он предостерегал своих... Я не знаю. Я не был у него на сеансе и никогда бы не пошел. Потому что, ну... Он так симпатичный парень. Ну, как бы это сказать, чтобы никакой не бросить тень. Вряд ли он, конечно, нас слушает. Ну, шибко о себе понимал. Как я так сейчас припоминаю. Как мне тогда казалось. Может, я и заблуждался, но вот у меня такое впечатление. Есть вопрос у нас. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло. Никак не включится. Смелее. Алло, здравствуйте. А будьте добры, скажите, пожалуйста. Я с мужем, дед 18... Отец Дмитрий, вы говорили, что комплекс неполноценности – это проявление гордости. Но человек страдает. Где же здесь гордость? А разве гордый человек не страдает? Разве гордость – это не страсть? А страсть в переводе на русский язык разве не страдание? Так что от гордости страдает не только сам человек, но и все окружающие. Люди привыкли, что если гордиться, то превозносится. Здесь нет превозношения. По-всякому бывает. Недаром используют термин «превозношение». Превозношение – это продукт гордости. Но у гордости бывают и другие продукты. Есть даже русское выражение такое, такое присловие, называется «смирение пачи гордости». Не слыхал? Нет. Ну что ты. Ну, оно, правда, старинное такое выражение, может, ты и не слыхал, но в моем доме это звучало. Что человек проявляет, ну, внешнее смирение, внешнее, а на самом деле это исходит от гордости. Ну, например, человек, может быть, безукоризненно вежлив и ласков. Безукоризненно. А мотивация? Ожидание похвалы. Может быть, даже не ожидание. А что, самолюбование? Отчасти. Но бывает так, чтобы стремление к тому, чтобы выглядеть, чем быть. Потому что происходит от техники, а не от покаяния. Школа представления. Есть два подхода к актерскому мастерству. На Западе принята школа представления, у нас школа Станиславского, школа переживания. Человек, ну, с помощью всяких аутогенных приемов входит, как он говорит, в образ. И уже этот образ замещает саму личность. И получается более-менее натурально. А другой, вот, западная школа, они нет, они изображают. Ну, на мой вкус, вот, школа представления, она эффективнее. И как ты этому больше веришь? Недаром Станиславский кричал, не верю. Когда, так сказать, ему предлагали некий продукт. Ну, вот, а здесь вот очень так бывает, что человек ведет себя безукоризненно. Для очень многих людей супер важно мнение других о нем. И вот, чтобы это мнение не подпортить, ну, вот, порой такое поведение безукоризненное встречается. Ну, вот, понимаешь, в его поведении все равно, вот, ну, при более-менее внимательном отношении видна фальшь. Вот видна. И это ужасно. Есть вопрос, пожалуйста. Фальшь, я сейчас договорю еще, это, мне кажется, очень хотелось бы это сказать. Я первый раз за 30 лет, что мы работаем во всяких СМИ, это первый раз об этом прозвучало. Что отвратительнее всего фальшь в лучших чувствах. Вот это вот наиболее. Вот это, ну, фарисейство на самое тонкое и близкое сердце почве. То есть, это когда человек маскирует свое фарисейство под внешность добродетели. Нет, фарисейство – это всегда камуфляж под добродетели. Но добродетели разные. Вот когда человек изображает хорошие к тебе отношения. Чаще всего это бывает на юбилеях. Ну, это такая топорная работа, что просто хоть зрителю, даже если ты сам, так сказать… Не юбиляр. Не юбиляр, то и то. Хоть в петли лезь. Ну, просто это, это просто невозможно. Когда вот человек начинает давить из себя, как из сухого старого тюбика на даче, который остался от зубной пасты. Он пытается оттуда что-то хотя бы на одну, так сказать… Почистку. Почистку, да. Вот, еще себе что-то набрать. Ну, ой, прости меня. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста. Вот, читаю апостола Павла и, конечно, не доходит. Это много надо знать. Объясните мне, что он пишет о законе и вере. Я никак не дойду. Спасибо. Ну, вообще-то, для того, чтобы понимать апостола Павла, это действительно очень трудное чтение. Необходимо, конечно, читать дополнительные книги. Есть такой трехтомник «Толковая Библия». Или в интернете найти. Тогда это прояснится. Вот, то место, которое вас привело в недоумение, говорит вот о чем. Закон, ну, имеется в виду, конечно, Весхозаветный. Это главный конфликт, который возник между Иисусом Христом, нашим Спасителем, с тем обществом, в которое он попал. Поэтому он, для того, чтобы найти себе учеников, избрал людей таких простых, неученых в своей массе. Потому что вот все ученые люди, вся их ученость составляла вот что. Они очень глубоко, подробно изучили все инструкции, которые содержались в законе. Но никак не могли сделать следующий шаг. Потому что любые такие инструкции, это был пока еще детский сад и начальная школа. А нужно уже было переходить, и мы видим в лице апостолов, что это уже было возможно. Ну, какой привести пример? Из детского сада не будем, но вот из младшей школы. Чему там учат детей? Как я помню. Может быть, сейчас уже по-другому. Но вот я хорошо помню, что мы писали палочки, потом такие овалы и всякие такие крючочки, которые были элементами букв. Понятно, что взрослые люди никогда не занимаются ни овалами, ни крючочками, ни палочками. Им это совершенно ни к чему. Потому что они уже умеют писать. Красиво ли? Не очень, но вот умеют. Поэтому вот закон, это, как сам апостол говорит, он был педагогом ко Христу. Это вот такой человек, который направляет, учит дитя. Поэтому ветхозаветный закон, он сам спасти человека не мог. Как и вот эти упражнения, они не могут научить ребёночка писать. Писать можно ребёночку научиться тогда, когда он научится писать палочки, крючочки и кружочки. Это первое. Второе. Когда он выучит буквы и будет знать, как писать букву Ж, или Ч, или Ш, или Щ, он знает, как писать. А уже потом он научится писать, как мы говорим, грамотно. Вот. Он без ошибок. На это нужно потратить довольно много времени. И он уже начинает писать, не задумываясь. Цель Господа Иисуса Христа была такова, чтобы человек, не заглядывая в инструкцию, не пиша палочки, крючочки, всякие кружочки, а сразу просто писал. Как вот уже в школе делают, в классах постарше. Вот читают текст, потом дают немножко детям отдохнуть три минутки, а дальше говорят, ну вот теперь пишите, что вы запомнили. И они сами пишут из того, что слышали, составляют рассказ, его записывают. Потом учитель проверяет, где какие получились ошибки. Ну, уже он использует письмо по назначению. Так же и в Ветхом Завете. То есть ценность вот этих палочек и крючочков, она была небольшая. Она была, безусловно, но это не то, чему захотел нас научить Спаситель. Потому что, как закон, он спасти человека не может. А может спасти только вера. Причем вера в Господа Иисуса Христа. Она делает человека зрячим. И он начинает видеть сам. Он приобретает божественные свойства. Он различает добро и зло. Не потому, что так написано. Не убей. И он понимает, что вот убивать нельзя. Почему? Потому что это закон. Этого недостаточно. Христос хочет, чтобы закон не убивать друг друга. Он был написан на скрижалях сердца, а не на бумаге. Чтоб каждый человек понял, знал и так чувствовал, что убивать нельзя. Более того, Христос бы хотел, чтобы человек чувствовал, что лучше быть убитым, чем убивать. Вот какая тут важность. И вот об этом противопоступлении веры, которое делает человека зрячим. Он такой видит человек, и что и зло, но и видит, что такое добро. И причем видит это очами сердца. А закон – это только начальная школа спасения. Но после начальной школы человек не может быть грамотным. Хотя и исключение бывает. В моей жизни был такой человек. Он умер в 39 лет. Он кончил всего 4 класса. Но стал даже писателем. И когда он спрашивает, а как ты стал таким образовым человеком? Ну вот так вот. Книги и беседы с друзьями. Такой вот самоучка. Вот так интересно. Царством и небесным. Раба Божия Анатолия. Ну вот, надеюсь, я объяснил, уж не знаю, как мог. То есть закон – это знание, а вера – это чувствование. Так получается? Нет. Это знание, но формальное. Закон – это инструкция. Как вот инструкция в метро, как инструкция пожарной безопасности. То есть человек соблюдает инструкцию, потому что если он её нарушит, будет наказание. Ведь что-то, что-то уже должно было заставлять эту инструкцию соблюдать. Да, конечно. Не потому, что он… Не только наказанием, а потому что это инструкция от высшего авторитета. Через Моисея. Это высший авторитет. Он получил эту инструкцию от самого Господа Бога. А вера – это уже… А вера – это видение. Обличение вещей невидения. Человек понимает. Это вот маленькому ребёнку мы говорим. Нельзя. И он не делает. Почему? Ну, это потому что исходит от отца. Он видит, что отец строг в этот момент. Он… Здесь есть и боязнь. И он видит, что отец недоволен. И так далее. Это он… Его это понуждает. Но почему нельзя, он не понимает. А также и ветхозаветный человек. Он не понимал. Ему нечем было понимать. Он даже не мог выучить закон. Только отдельные люди, занимаясь этим профессионально всю жизнь, становились знатоками в закон. И уже они сами учили остальной народ. А народ как бы слепо доверял. Поэтому то осанно, то распни. В общем, для них это без разницы. Одно зрелище такое торжественное, величавое, менялось кровавым. Спасибо, батюшка. Есть звонок у нас. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло. Алло. Алло, мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, батюшка. Вы меня слышите? Да. Меня зовут Валентина. Батюшка, я ходила в церковь с пионерским галстуком. с комсомольским значком и с партбилетом в кармане. И не стеснялась этого никого, вернее, не боялась ходить. Ну так и хорошо, и что? А сейчас что получилось в жизни моей? Я венчана, 52 года замужем. Сын крестился, венчался и отпевался. Потеряла я сына. И вот сейчас у меня очень серьезный вопрос к работникам церкви. Я сейчас не могу ходить в церковь, не имею возможности. Потому что придя в церковь, увидев все эти сейчас цены, невозможно купить иконку, невозможно поставить свечку. Ну я куплю там три свечки, а я хочу поставить одному, святому другому. Я могу вас научить. И родных я всех потеряла. Валентина, Валентина, вы меня послушайте. Научить, как действовать? Вы приходите в церковь. Покупайте одну свечку. Самую дешевую. А можете даже и не покупать, а просто попросить. Скотячек бедный, у меня все умерли, пенсия у меня маленькая. Дайте одну свечку. Даже, знаете, уже, которая горела. Они вам дадут. Вы берете ножницы, только не маникюрные, а большие. С собой возьмите вместо партбилета. Положите ее на лист бумажки и разрежьте на десять частей. У вас будет десять маленьких свечек. И поставьте за десяток человек. Пожалуйста. А если вы мне пришлете свой адрес, я вам вышлю вот такую пачку свечей. Лично для вас. Пожалуйста. Мне не жалко. Поэтому не знаю, какие тут вам нужны служители церкви, какие нужны деньги. И вообще нет никаких проблем. Даже, знаете, Валентин, что я вам скажу? Богу наши свечки-то вообще не нужны. Это нужно нам. Свечка есть только образ молитвы. Ее ценность свечки не в цене и не в размере. А в том чувстве, которое у вас на сердце, понимаете, как у старого коммуниста, по отношению к Богу, к церкви, к священнослужителям. Вот в чем ценность молитвы. Пожалуйста, молитесь. А свечек, может, всегда какие-то свечки не догорели, их уже сняли. Возьмите, да поставьте, пусть догорит до конца. Это будет ваша свечка. И чего? Все будут знать, что Валентина приходит, она бедная, на свечку у нее денег нет. Ну, прямо вот такая бедная, даже газету правда не может подписать. Настолько вот, ну, бывают такие, маленькие пенсии, там все. И что, кто ей откажет? Да никогда. Поэтому, Валентин, вы тут обижаться как бы не за что. Вот вам разные варианты. Вот так, Батюшка, порой человек, ну, чуть ли не всю жизнь ходит в церковь, а остается на уровне только исполнения закона. Почему не приходит понимание? Потому что нет покаяния. Только от этого. Ведь что такое покаяние? Покаяние – это обращение души к Богу. А в свечке, в записке никакого обращения нет. И это просто человек делает так же, как вот взносы платил и, собственно, не раздумывал. Я член, плачу взносы. Я пионер, вот ношу, галстук не снимаю. Ну, и на здоровье. Для меня это вообще как бы ничего не значит. Я помню, у нас даже когда было первое собрание, когда мы собирали общину Митрофан-Воронеж. Пришел благочинный. И, значит, говорит, ну, расскажите о себе. Там один член новой общины, второй, третий, там, 20 человек. Ну, один там, Анатолий, говорит, так-то, так-то, вот такой человек, с такого-то года член партии. Вот, ну, все улыбнулись. Второй встает. Опять. И опять, говорит, с такого года член партии. Вот. То есть все думали, что так нужно обязательно стаж указать. Ну, по привычке привык, там, в свои партии ячейки на работе. Это автоматом шло. И оказалось, что половина бывших коммунистов. Почему? Такая привычка, такая инструкция. Вот и человек. У него взаимоотношения с Богом такие вот. Ну, как бы, вот. Умер, все, я все перетерпел. Вот я тебе свечки даю. Это надо. Этого отпели. Этого крестили. Все. Все исполнено. А покаяния-то нет. Потому что только покаяние, оно открывает сердце Богу. И устанавливается личное отношение. Человек возразит, как нет. Я сколько исповедовал. Все грехи исповедовал. Никакого не утаил. Исповедовал, да, я не спорю. А покаяния нет. Исповедовал у нас, вон, сотни исповедований каждый день. А покаяние чрезвычайно редко. Встретишь. Прям слезы льются, когда я встречаюсь с покаянием, вот так вот, на исповеди. Ну, просто меня это так вот, прям трогает ужасно. Я это воспринимаю, как вот, ну, как некий праздник. Таинство совершается. Таинство пока нет. Человек осознал. Человек обратился к Богу. Ни ко мне, ни к священнику. У него нет каких-то посторонних соображений. Он обращается непосредственно к Богу. И Христос-то этого и ждет. Он не говорит, исповедуйтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Сказано в Писании, что исповедуйте друг другу согрешение ваше. Это есть такое. Но начал-то он, главное, все-таки это же покаяние, а не исповедь. Поэтому каждому человеку, помимо того, чтобы быть крещенным и отпетым, нужно еще очень много почувствовать. Нужно узнать Бога. Можно всю жизнь, ну, два вагона свечей сжечь, а так Бога и не узнать. Есть вопрос у нас. Слушаем вас. Здравствуйте, отец Дмитрий и отец Александр. Здравствуйте. Раб Божий Леонид беспокоит. У меня вопрос такой. Вот испокон веков очень много предсказателей, и мы все почитаем Матрону Московскую. И в чем разница между ней и Вангой? Потому что очень многих исцелили они, и Матронушка до сих пор исцеляет. Я слышал, что Православная Церковь не принимает Вангу, хотя она и храм построила. Вот как отличить истинных предсказателей, истинных целителей от лжецелителей и лжепредсказателей? Никаких истинных целителей нет в природе. Все целители, они ложные. Все до одного. Никогда Матрона никого не исцеляла. И исцелить человека может только благодать Божия по молитве Святой Праведной Матроны Московской. Вот если она помолится Богу, так как она близкий ему человек, а она прошла путь покаяния, она опознала истинного Бога, ее молитва очень до Бога доходит. И Бог исцеляет человека. А все эти Ванги, слепые, горбатые, один тут в Москве у нас был, слава Богу, Господь прибрал, он там ДЦП был, изображал из себя монаха, тоже глаза закатывал и что-то там себе бормотал. Таких сколько угодно всегда было, потому что, ну, это отличный бизнес. И Матрона неплохо так заработала, но больше заработали те люди, которые ее эксплуатировали. Ее такую популярность, и ее как бы надували, как такой пузырек. А так что? Что там признавать-то? Там признавать нечего. А по молитвам Матроны совершались чудеса. Я знаю одного человека, он уже довольно старенький, который в дни своей молодости знал другого человека. А вот этот человек уже был непосредственно связан с Матроной. И она ему однажды сказала, что когда будешь священником, помолись о мне у престола Божия. А он тогда еще был врачом и думать не думал. И потом встал, и потом молился за нее. Я и того знаю, и как зовут знаю, говорить просто не буду. Я даже думаю, что он, может быть, Бог даст, когда-нибудь будет прославлен, как святой угодник Божий. Потому что человек необычайно свят. И очень много добра делал. Самые страшные такие, сталинские времена. Вот. И он узнал про эту Матрону, вообще, находясь в лагере. И там по молитвам Матроны он из лагеря вышел. Чудом совершенно. Так что это совсем другое дело. А вся эта ванга, этот цирк зажигает огни. А Рутюн Акопян и там этот, который летает по сцене, забыл. Коперфиль. Коперфиль, да. Давид Коперфиль. Вот. Так что это... Тут как бы нечего различать. Понимаете? Если уж человек, знаете, вот как, когда кино только создали, и там на экране показывали паровоз, то народ в ужасе выбегал из зала. Но сейчас, в 21 веке, выбегать из зала, когда паровоз показывают на экране, это смешно. Даже здесь надо, ну, полностью вообще ничего не соображать. Поэтому для этого и существует церковь, которая говорит, вот это настоящее, вот это ненастоящее. Раз, ну, вот как древние фарисеи, они были руководители народа, они заменяли народу, так сказать, ну, духовенство. И люди обращались к ним как к специалистам. Но сам не может что-то понять в Священном Писании. Приходят к фарисеи, вот, говорит, ты учитель, вот скажи мне, и так, и так, вот я что-то не понимаю. Те объясняли, а те им верили. Если не верить церкви, ну, все, ты пропал родной. Абсолютно. И не потому, что церковь состоит из ангелов, но потому, что у нас есть и опыт, и образование, и за десятилетия приобретаем хоть какое-то рассуждение. Но те люди были попроще. Человек 21 века, он все своим умом пытается как-то... Ой, я за. Да, даже апостол Павел говорит, каждый поступает по размышлению собственного ума. Но если нет ума, что делать-то? Я же только про это говорю. А если, пожалуйста, умный человек кончил докторантуру при Московской Патриархии, снимай шляпу. Ты богослов. Рассуждай. А мы будем проверять, что ты там нарассуждал. Святыми Отцами и Священным Писанием. Потому что к богословию нужна еще чистая жизнь. Тогда это уже будет авторитет. Ну и потом время. Церковь должна твои размышления, хоть ты сам умный человек, признать. Как истинный. Потому что были очень умные люди, там вот Ориген, допустим. Совсем не все церковь признает. А ум, во, мощнейший. Зачитаешься. Но не все церковь сочла истину. Ну вот и все. А в Англии, там вообще, ну ни капли ничего. Просто такая брехня. Есть звонок у нас, батюшка. Добрый вечер. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Очень приятно, Сергей. У меня такой вопрос. Бог сотворил человека свободным. Это такой вопрос? И сам же говорит, без меня не можете сделать ничего. Правильно. Вот как согласовать свободу человека с тем, что без Бога ничего нельзя сделать? Спасибо большое. Ничего нельзя сделать в своем спасении. А водички можно и так попить? Даже и безбожный человек, и верующий может попить водички. Вот это он может. А могу вот захотеть водичку пить и усилив воле ее не пить до конца передачи. А могу вообще до дома потерпеть. Я тут недалече живу, мне 20 минут ехать. Вот это свобода воли. А по своей воле спастись, ну вот допустим, я жадный при жадной. А вот стать добрым, щедрым я не могу. Нету. Вот и воля есть, хотел бы, а ничего у меня не выйдет. Это только Бог может меня очистить от жадности. Вот. Поэтому он говорит, без меня не можете творить ничего. Ничего духовного. Это исключено. Как Ванга. Она без Бога ничего не могла сотворить. Поэтому могли только вот, так сказать, цирк такой всякий разводить. Поэтому к ней ездили. Кто к ней ездили? Ну, там, Тодор Живков, всякие там коммунисты, безбожники, артисты. Там, по-моему, этот говорит, как его, Чумак к ней там ездил. Вот для Чумаков это. Как она Чумовая, так и тот, кто к ней ездил. Нормальный же человек не поедет. Ну, вот и все. Так что для кого-то Бога, для кого-то Ванга. Каждый выбирает себе по духу. Понимаете? А ничего духовного сам человек сотворить не может. Только от Бога, если есть дар. Потому что Бог – податель духа. Поэтому вот об этом речь, о серьезных вещах. А то воспринимается это высказывание как вообще ничего. Пальцем шевельнуть не могу. Но наша задача и объяснить. Есть вопрос еще. Некоторые, прости, я дополню. Некоторые говорят, на все воля Божия. Ну, это... Что, думаешь, есть воля Божия, чтобы в Крыму делать казино? Нет на то воли Божьей. А чтобы по севернее Крыма шла война? Нет на то воли Божьей. Это против воли Божьей. А чтобы люди в Освенцим их свозили, и там бы их душили циклоном Б? Нет на это воли Божьей. Независимо. Крещеные, там некрещеные, поляки, цыгане. Нет на это воли Божьей. Поэтому, на все воля Божьей. Извините. Воля Божьей есть только на добро. А это уж все человечки придумали. А сатаневшие, правда, перед этим. Но ведь сказано, волос с вашей головы не упадет без воли Отца Небесного. Волосы, да. Это же надо понять. Хорошо. Вот это выражение из той же серии, как если глаз тебя соблазняет, вырви его. Но если глаз соблазняет, ты его вырвал. Но второй-то. Но стоит перед тобой прекрасная, светловолосая принцесса с огромными глазами голубыми. Одно, как Ладога, а другое, как Онега. И ты прям рот раскрыл и до речи потерял, и глаз вырываешь, а она опять перед тобой. Ты что ж, Бог, значит, советует то, что не помогает? Да нет, ну, надо же понимать поэзию текста. Ну, не понимаешь, ну, спроси у того, кто понимает. Так же и про волос. Неужели вот я сейчас вот шел на передачу, причесался, несколько волос осталось в расческе. И что, об этом что, речь? Неужели Господь прям вот считает волосы? Это же из области бреда такого фарисийского. Больной человек. Чего об этом говорить? Есть еще? Да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Скажите, пожалуйста, кремация считается ли грехом и какие, ну, если это грех, нет, я неправильно говорю. Нет, вы все правильно. Я все сказал. Кремация не есть грех. Но кремация – это нарушение нашего христианского обычая. Потому что христиане к телу усопшего относятся не как к мусору, а как к святыне. Поэтому, которое тело надлежит ему воскреснуть. Конечно, воскреснет и сожженное тело, но все символы погребения, они исчезнут. Поэтому, если человек – христианин, то он должен быть не кремирован, а погребен. А если кремируют без воли родственников или его самого, то это не влияет на загробную участь человека. Отец Дмитрий, перечислите, пожалуйста, истинные черты христианина. Каков он должен быть? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот как приобретешь? Натуральный христианин написано «плод духовный». А духовная жизнь в человеке – это и есть подмена христианства. А когда человек только правила одни читает и живет по правилам, вот это прочитал, вот это съел, вот это не стал есть, вот сюда пришел, туда не опоздал, хорошо он делает? Хорошо. Но делает у этого христианина? Не делает. Почему? Потому что это детский сад средней группы. Хорошо ходить в детский сад? Ну, хорошо, если мама вынуждена работать. А если мама отдала ребенка в детский сад, чтобы себе лишние купить сережки, то она нехорошо поступает. Ну, вот и все. Все просто. Есть вопросы у нас. Алло, слушаем вас. С праздником. Хотелось бы... Алло. А какой сейчас праздник? Праздник, как же. Да, какой. Новомучеников, исповедников российских. Правильно. Да. Молодец, пять. Что? Молодец, пять. Ну, теперь вопрос. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в Писании есть такие слова. Сатана молил меня сеять вас, как пшеницу. Что под этим подразумевается? Извините. Спасибо большое. Имеется в виду вот что. Дело в том, что когда говорились это слова, тогда не было таких препаратов, как сейчас, которыми посыпали пшеницу, которые убивали сорняки. И поэтому речь идет вот о чем, что растут одновременно из лак пшеница и плевелы сорняки. Для того, чтобы потом все скосить, а уже потом разделить пшеницу и плевелы и смолотить это зерно для того, чтобы само зерно выпало из колоса. И вот эту пшеницу уже в житницу ссыпать. И вот этот образ сельскохозяйственный имеет в виду, что вот люди, которые вызрели, как семена в колосе, их Господь соберет в свою гумну. А плевелы сорняки сожжет. чтобы поэтому мы вот здесь внутри человечества живут люди у нас и безбожные, и маньяки, садисты, и убийцы, и демагоги, и фашисты, и альтруисты, все кто. И у каждого своя правда, своя истина, каждый что-то доказывает считает себя безусловно правым. Все это приберегается на последний день, на день жатвы. Вот о чем речь. Многие хотели бы, чтобы Господь взял и всех злых людей изничтожил, оставил только добрых. Но каждый себя причисляет к добру. Причем вот в чем дело, очень многие люди насчет себя шибко заблуждаются. Очень шибко. Поэтому сказано же, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Божие. И будут говорить, не твоим ли именем мы бесов изгоняли. А Господь скажет, отойдите от меня, все делающие беззаконие. Надо еще понять, что такое доброе семя. То, что по виду-то оно может быть и доброе, а на самом деле всего лишь гроб накрашенный, внутри полный всякого хищения и нечистоты. Человек одержим бесом. Могу ли я оказать ему помощь? В моих ли силах, имея веру, изгнать беса? Не знаю, пусть попробуют вопрошающие. То есть это стоит попробовать? Не будет ли это дерзко для человека? Ну, явно вопрошающие не понимают, о чем вообще речь. Ну, просто не понимают. Ну, вот где-то прочитал в житии какого-нибудь святого, что тот. Ну, хотя бы один святой, даже Никита Бесогон, разве он изгнал хотя бы одного беса? Это невозможно. Беса может изгнать только благодать Христова. Ничего другого бес не боится. Абсолютно. Чихать он хотел. Но вот Господь говорит, если бы имели веру в горчичное зерно, то горой бы двигали. Горой, да. Бесом нет? Бес тоже может двигать. Для него это вообще проще. преподобный Серафим говорил, что самый маленький бесенок одним кокотком может всю землю перевернуть. Если Господь попустит. А тут человек, да, и вдруг как? Да это просто самонадеянная глупость. Ну, как и обычного человека. Это называется читать и не разуметь. Сказано именем твоим бесов изгоняли. Как может человек сам изгонять? Это смешно. Как Ванга исцеляла. Сейчас прям. Я учусь в школе. Недавно начал ходить в храм и задумался о том, чтобы обратить к вере своих сверстников. Слышал, что у отца Дмитрия это получалось. Дайте несколько советов, с чего начать и как сделать так, чтобы этот процесс был успешным. Если человек не знает, так лучше не брат. Но вот пришел человек к вере, почувствовал всю сладость этого состояния души. Все через это проходят. хочет поделиться. Надо изо всех сил сдерживать этот пафос. Пока не стоит этим заниматься. Это нужно на этом деле еще очень большой опыт. А если не будучи еще тверд в вере заниматься просвещением других, то можно в духовном плане все шеи сломать. то есть окажешься настолько силен, чтобы противостоять всем тем трудностям. Да не в этом дело. И трудностей тут никаких. Просто данный человек не понимает так же, как и те, кто про исцеление говорят. Кто вообще обращает людей? Но вера отслышания и хотя бы рассказывать людям о христианстве? Ну Евангелие можно подарить, пожалуйста. Если он его на цигарки не пустит, а такие случаи, о таких случаях я знаю. Раздавали определенному контингенту Евангелия, они из них делали себе такие самокрутки. бумага бумага была очень подходящая. Для чего Господь создал древо жизни посреди Эдема? Навряд ли для соблазнения Адама и Евы? А для чего тогда? Это древо, это образ. иероглиф. Вот есть такой иероглиф китайский, он называется лунь. Если показать белому человеку, не китайведу, он скажет, ну что, он поймет, что это иероглиф, но что он означает и как он звучит, он не знает. А он означает слово дракон. Так и человек, читая Библию про змея, про древо познания добра и зла, про рай, он прежде всего должен познать вот что. Я ничего в этом не понимаю. раз я не понимаю, что я буду об этом рассуждать. Только так, от книги к книге, как раньше была такая детская серия, книга за книгой, можно только прийти к пониманию этого. этого. Поэтому здесь это требует целой такой небольшой лекции по поводу того о происхождении зла в мире. человеку нужно освоить язык, на котором написано священное писание. Да, особенно Ветхий Завет, особенно книга бытия, ее самое начало, потому что святый Божий пророк Моисей, он при этом не присутствовал. Ему Господь сообщил иероглифы, он их записал. Мы даже не знаем, насколько он мог это понять. Но он созерцал этот иероглиф. Созерцая, начинаешь понимать. Но это созерцать нужно ни год, ни два. Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться. Ну, очень жаль, только разговорились. Всего вам доброго, до свидания, будем живы-здоровы, до следующей встречи в воскресенье. Продолжим. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова